До старта проекта «Город детства» осталось всего несколько дней. Готовность игровых городков к седьмому сезону проверяют представители ТОСа в Центре по работе с населением и депутаты. А волонтеры тем временем знакомятся с детьми на площадках. Подробности смотрите далее. На площадке на Карла Маркса 117 большой игровой городок и желающих немало. Жители сразу нескольких окрестных домов. Все чисто и опрятно резюмируют жители. Площадка к сезону готова. На данной площадке по адресу Карла Маркса 117 в принципе все готово. Остались только небольшие доделки. Очень приятно, что молодежь участвует в этом проекте в качестве волонтеров. То есть готовятся с играми. Город детства он очень хорош, потому что с 1 июня у нас многие садики закрываются на каникулы, как и школы. И вот эта организация детей в летнее время, она очень нужна. Тем более, что родитель может быть спокоен. На площадке ребенок находится под постоянным присмотром волонтеров, которые, кстати, недавно прошли специальное обучение. Как оказывать первую помощь, вести себя в сложных ситуациях, общаться с детьми. Все это уже знакомо волонтерам. Составлены и программы, некоторые игры, с которыми педагогический отряд города детства уже попробовал с детьми. Представители педагогического отряда города детства сегодня запустили, так сказать, тест летней программы с обучающимися детского сада. Мы попробовали новые игры, которые очень понравились детям, которые уже включены в программу летнего периода города детства. А в новом сезоне проекта «Город детства» ребят вновь ждут тематические недели. Их будет 12. Это и спорт, и литература, и здоровье, и кино, и многие другие. А чтобы волонтерам было проще работать, депутат Законодательного собрания области Денис Долженко сделал и им, и юным посетителям площадки подарок. Я считаю, что замечательно, что такой проект существует. Сам с удовольствием вместе с дочкой приходил на такие площадки. И я, естественно, понимаю, что во время игр, во время общения, ну, нужны какие-то констовары, игрушки. Поэтому с удовольствием передал небольшую коробку с теми вещами, которые, я считаю, что понадобятся во время реализации данного проекта. Старт проекту «Город детства» будет дан на общегородском празднике детства, здоровья и спорта. 2 июня на площади Революции с 12 до 17 часов юных волокжан будут ждать спортивные соревнования, мастер-классы, выступления творческих коллективов. А сами игровые городки начнут работу 1 июня. Занятия с детьми будут проводить волонтеры и педагоги с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Юлия Савинцева, Денис Терин, Волок, Депортал.